война потерянный рай воюем против кого воюем против немцев воюем у нас с утра будни и я вторую войну воюю на 50 процентов вот так я скажу вам 6 утра тяжело воевать я не всегда скажем так спрашивал у игроков когда вы воюете миграт я стою 6 утра воюет буду блин у вас же теряется кпд миграт ну да теряется чем теперь теперь я сам бою 6 утра я понимаю что это просто жопа я каждый каждую войну это говорю что это просто так он под марьяну я послал теперь отряд потому что отряда носит еще 8 процентов до урона нафиг ей машки в костюме красного пусть лучше машка бьет это сильнее потому что на дилер у меня массовый и у нас есть камушки красненькие сверху 6 камня собираем как-то надо еще под собрать 9 еще троечку до под собрать слева мы идем на такую оборону у нас два зелененьких все ништяк будет просто мы крутим и ищем еще камушки и находим 9 камней неплохо так получилось я тут рассматриваю ходы типа там собрать 4 синих справа горизонтально может быть там какая-нибудь подъедет интересно по итогу лучше бы собрать 9 камней а что еще до смущает меня то что хт-пресс да правильно ультанет и даст слепоту нам а мне нужно будет газелька тогда я не смогу ну это будет 45 процентов это сильно то есть я могу промахнуться все пойдет не по плану так мы вроде нормально так зарядились но слепота слепота что же мы будем делать мы можем подтянуть справа синенький желтенькую для газельки ульта нет у нас лк не но мы не синие мы принципе переживем зато у нас будет доп урон еще от газели ну да давай собирай синенький а окей я ультанол для таунта так за почему я походил не собрал просто желтенький с наверх не поднял но видимо вот эти 50 процентов сыграли видимо я тогда не увидел этого входа или я увидел но мозги мы и так подумали что это будет фигня полная ну мы в принципе в таунте и пока нас все это устраивает у у меня теперь газель на альфа сломи альфа сломи гипноз хотя это не спасает его и все остальные в современных костюмах там по по 40 по 35 процентов хп то есть как бы ему сейчас это прям живучая 4 500 3 тысячи 4 700 3 400 хп шаг бьем влево потому что я бедил как гипноз будет работать не охота вообще с ней связываться смотрим на урон по 1400 подрядом и теперь наносим по моему было 1100 так все вынесли мы но понятно мультик у нас будет сопротивляться до последнего по 1100 камень залетел два камня 2к хп на 2к хп выбили звук камней и он просто половина хп выбили он такой еще а у меня еще 2к хп сверху хочется этого убрать его с гипнозом уберется слева 900 так а он еще церковник да я смотрю он хилится я сейчас пробил по нему или недуги сопротивление он еще похилился сейчас он еще сверху закинул хп шку ну принципе тут блин тима реально мощная я начинал с одной машке потом прокачал вторую гипнозом потом отряд прокачал 2 им потом понял что все равно фигня добавил сюда там чтобы если газельку и не заряжаю я в таун там там закрываюсь там в принципе нормально держит жирненький 3 300 хп по моему карта на 800 вот такой вот баланс между газелькой и между таун там и если все это под газелькой закидывается то прям нормально у роза летает так дальше мы ищем газель ищем ищем цель с сделать чай но меня тут готов смущает щиты конечно это противно лисонор который 100% поднимает давайте я буду мотать чтобы пойду по пойду я я взял другую команду и цель другую взял все я взял кирилла сюда потому что у нас готов по центру будет пока я с газелька не определился прошлом прошлого не говорю что кириллу лучше брать на чтобы средств который брони давал нам тут нужен кирилл который будет снимать камнем баф още щиты щиты у которых тима принципе слабая только который у нас под отрядом и беги л нам надо камнем вывести катор там щиты снять и принципе вынеси ничего сложного нам дали просто уйму камня сразу 5 камней собрали 5 и и нам не хватило по пятьсот тридцать мы били и нам не хватило и щиты мы сняли камнем с одного четыре сто выбить кейл а это долорес ладно какая разница они там поняли короче 200 мы его убьем а у нас газельку не собрать да и камень синий кончился то есть я весь камень вы я думал честно говоря что я убью кристаллом так решила вправо ударить чуть слабенько честно говоря зашло зашел слабенько потому что у нас сопротив разделение идет у астрала так на фортанула но грязь все равно осталось ультует долорес я тут разогнался жестко по скорости мысления так сказать 1300 и 700 и 900 1300 я же не вынесу тебе 100 ультует вдвоем ультует они тут мне по 750 ударила по 700 по 800 ударила и еще набросила безумие блин короче ребята я просто просто должен был выиграть эту этот бой но я не смог выбить этими героями готов она не хер повесила щиты я понадобился что я пробью правый фланг убил только того хрена в углу дредстар дал подразделением выжила потом я что-то разогнался тельтанул не тени разоги просто разогнался почему-то начал быстро играть не думая потом долорес от бафами пробила по 700 просто по 700 без среза пробила это вообще жесть какие бафа не были я видел он не был баф бонус войны еще какой-то висел кто-то и как короче из астралов может быть этот хрен зеленый дал ей баф я вот не знаю два бафа висела она пробила по 700 когда она пробила навесила безумие на газельку я хотел выхилиться поэтому газели выхилала и противников я просто проиграл ну вот эти вот 50 процентов утренние сыграли злую шутку и мы пошли на следующего соперника команды которые мы который на заходит не зашла на прошлой войне потому что это было равенство а до этого мы по-моему точно раз закрывали эту цель а второй раз но раз два дали нам выигрывали один раз нет или сюда не помню ни одной два раз выиграли один раз нравится проиграли и третий раз мы играем такой темой так и теперь нам надо кого-то убить бить по миньоном это такая себе фигня они жирнючий в ливан мода уклонение 20 процентов которые как будто 80 процентов играет вайтанга 4 200 4 200 блин просто до хрена а еще четыре ся почему они бьют 4 висят четыре хода щитов блин то жестко три хода короче я решаю подождать возможно подождать потому что сейчас ультовать просто и урон никуда уйдет но вы сами видели 4 200 хп вещи со щитами просто уйдет в молоко никуда урон мой не нет смысла бить сейчас один ход мы подождали еще три хода надо где-то подождать но есть минус того что ливан мод нельзя ждать он ультанет какие у нас как бы есть собака против этих вот всех героев типа там хрена в маске которые даже зовут его безумие вверх и вешает файтинг вай файтинг как того того зовут так но теперь синьки нам не тоже жалко отдавать потому что нужно самому эти синьки раз два три четыре пять шесть семь 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 синеньких на файк раз для вторичной зарядки вторичной зарядки мы какой-то еще вход пробрасываем и еще один ход правильно да один ход я ультую гипо даю ульту а вот вот что я делаю я ультую локи ливан мода продлевая себе еще один ход 4 кстати вай файтингом и лупанули неплохо ману срезали можем закинуть ливан мода зеленый камушек это как раз 4 ход длится сейчас блин это было рискованно было прям рискованно и теперь мы можем разряжаться 2 700 должны убить нам должно хватить уверен так сказал да по 700 по 600 типа пробил 600 так кушай миньонов нет ну окей собаку сейчас дадим немножко не хватило у нас не так сильно все заряжены наверное красненькую еще раз прокину в него не буду заряжать никого потому что у него других и пашек маловато блин в ливан мода конечно прям камушек летит все он не ману никому там не срезал сильно и теперь мы заряжаем снова синеньких лимон лимон сдох чего-то ядов сдох или чего-то он сдох ну короче сдох и черт с ним похилила этот хрен а у него сопротивление готов снова ультануло так я уже на щиты поклал я у честно даже даже я сейчас внимательно осматриваясь увидел что висят щиты утром и сопротивление этого не видел нам теперь нужно подхилиться прям нормально так блин снова файт-вайт файтинга выхилили вообще-то вайфантин снимает усиление и мы можем прям него бабахнуть но мне нужен хил либо мне хил нужен либо мы убьем нет мы убиваем хорошо по 700 еще 300 на из 2 вывожу 300 мороза и 200 яда прошло это эпизод рона получил 300 на него висит но у него много брони то есть мы можем не убить его да мы можем не убить а ну мы смотрите у нас все мы дозарядимся и если бы не хватило мы выше мишка активировали так у нас три минуты четыре минуты осталось надо ускоряться два хила два хилах спасибо топаз за то что продлевает небо в михаила мы наверно тут ждать а нет мы будем готов убивать по фигу на все эти отражения которые миньон своровал нам надо тут прям можно начинать пробивать не ждать нет времени так сколько там хп не посмотрел все который мы вынесли теперь вынесем правого сопер у сопер уже он получается у нас нету бафа гиппо так ну надо бы наверно было финли дать как и тут походил сначала миньона скушал дал ему танец так всякая херня срабатывает все это взять купили у нас конечно девять девочка мощная у нас минута остается 4 200 хп у нее плюс миньон сколько-то там надо мне теперь зарядить надо зарядиться найти еще камень для второй зарядки потому что с первой ульты мы не пробьем тут еще миньонов до хрена повесилась какие-то оверхилы сверху вешаются интересно бонус войны мы можем своровать я сейчас увидел что у нее повесился бонус войны сейчас мы зарядим локи посмотрим воруются или нет у нас уже уже 44 секунды мы вообще можем не успеть так чё-то тут надо было мне меню нажать а я тут ультовал бонус войны не воруются то видимо а он не снимаем и все исполнили снимаем бонус 20 секунд у остается блин было было бытовые века я буду наверно бы проиграл потому что все таки на диалог срез брони вешается и это хорошо обалдеть прикиньте это обалдеть это мне просто нравится так стоп 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 так наносит урон вызывает 15 безумие каждый раз после использования особого навыка любым союзникам как гиппо работает тощи 15 безумие весует по врагам вот что я не учел я я я помню что долорус вешает убьет как гиппо блин это все равно жестко а нет 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 все равно жестко 1400 урона с руки и она был баф бонус войны то есть короче на эти режимы на бонус войны надо ставить типа гиппо долоруса не знаю бэки какой-нибудь потом еще у нас есть зеленый с этого есть с астралов есть зеленый чел который ультуют таким же процентным уроном если ультуют враги кстати наоборот потом еще основа года и зеленая девушка которую 500 иди не сбьет то есть под бафом они будут бить прям даже и и среза не надо блин клевая тетя тетя клевая клевый тетя все ничего не скажу реально обещай быстро крутяк так у нас 21 правильно мы первый бой выиграли второй бой проиграли до 3 выиграли пойдем сюда дальше испытывать наш все отряды у нас пятизвездочные возьмем зелененькие все поехали что только смущает меня тусать и трехила вот просто отсылки все я не буду горячему но там два хила было тут трехила трехила и ударника по сути ни одного ударника нет ударник это нас а ради который режет нам маха пашку и дартфизер который будет убивать с ультис грубо говоря так спорим тяжело собрали мы фиолетовеньких немножко кристалл да смогу собрать кристалл да смогу собрать кристалл сейчас потяну еще красненький вроде как бы вроде как бы окей 7 камней а мне нет мы все взрываем приезжаем всех своих зелененьких лесонор там зарядилась мама не горюй медленная жена выношу центр 1900 600 600 и прям не потому что хочу дырку их по 400 ударе по краям хорошо что я наверное но хотя я был убил бы у меня у него все таки средств сил зеленый тультует лесонор и возможно она не воскреснет не поднимет нет мне не не повезло я тут уже ускорился ну предыдущий бой все равно был напряжный как-никак было было ну когда первый раз воевал такой сборкой это прям жестко потел адреналин зашкаливал сейчас я уже понимаю как играть это сборкой против дьявол в принципе даже я смог пережить четыре хода что вообще крутяк прям и сейчас я понимал что у меня был 50 60 на 40 шанс лицонор 60 процентов подняла я проигрываю если бы не было бы этого хрена по центру ну возможно бы я бы запретами бы и выиграл да хотя то ради я прям нормально подрезала нам хп-шки александр стоит справа хотя должна стоять слева и уже нас по 600 тычки натыкивают ну короче мы тут с нулем все вот с нулем поехали дальше тест бэки я уже протестировал ее вчера 10 раундов сходил только выиграл два из них 8 проиграл я очень расстроен что бэки на этом уровне на альфа сломи на 20 м как без отряда не играет не живучие просто не доживает 3 ульт 3 и ульты первых не тормозят быстрых быстрых соперников они там все нахер нахер убивают так что у нас пока у нас фиолетовый снизу ищем ищем нашли окей хоть что-то ну бэки в этой связке не играет я скажу сразу и однозначно категорично что она не играет тут тут моя ошибка эта команда восьми камневые потому что у меня под 8 камней ну быстрый отряд магов под хелл и сейчас бы хелл зарядилась бы с пантерой пантера тоже 8 камней потому что пятизвездочный отряд стоит но это было утро чтобы поменялось я бы сейчас бульта нул бы вправо наверное но ей так и так да ульта ну вправо так а почему я не ударил потому что и бакана потому что ждал ульту то есть вот вам реализация магов реализация давайте прямо прямо скажем юлиуса бэки без пятизвездочного отряда это просто трупаки на уровне до 2 200 тысяч к военного счета это трупаки нужен им отряд я потом война закончилась вечером был отряд я взял его под бэки отряд начал тестировать и все равно все равно нет надо чтобы вся тима была пятизвездочных отрядах потому что все-таки магии это не быструю и либо вы идете против медленных из средних наверно до медленных средних но не в этом варианте мне больше нравилось тима где был мой быстрый как его там сидит то я все забываю столько героев я уже не помню кем играю как и внизу это просто перестал запоминать их такая вот ну я когда вчера 10 боев сыграл бэки я прям разочаровался что не за не тащит реально не тащит не хватает не хватает просто статов потому что это старый герой ему уже наверно год точно а может быть и два я уже не помню когда маги вышли это вторые магии обновление магов было и 2 к 1900 хп без всяких мак на первом слове альфа это мало этого не хватает плюс бы все-таки это герой на из 2 надо из 1 тормозить на из 2 разгонять и мы идем дальше мы идем дальше куда мы идем мы добивать 1 1 1 флаг остался у нас мы идем просто добивать 4k у голопага не ну 4 400 у велики там 4 200 у девочек меня почему-то не удивляют но когда я посмотрел что у голопага 4к хп и такой нифига себе блин это жир и я даже не знаю почему это не удивляет что 4к у голопага меня удивляет что такого туда жир мощь съедает миньонов на бонусе военными на бонусе это прям тема но возможно это относительно новый герой относительно до 4к хп 1900 брони 1800 урона но я скажу что это храни кстати сломал газельку на их послом и у газельки 1900 1900 так давайте вот у газельки давайте вот самые топовые статы хилов оборонных героев вивика 2к хп 4 400 хп 2к брони 4 400 хп это вот эталон супер оборонного героя то есть 2000 брони это прям должен быть это уже все топ-1 голопага 4к хп 2к брони тоже считается топовым героем обороны плюс 1800 урона с руки 280 по всем это у нас будет 8 камней без разгона учитываем если из атаки еще 30 процентов брони сверху это прям крутяк если у вас прям жир стоит такой вот это еще сверху 500 и того у нас там 2 2 500 и будет брони и на 2 мы бьем 370 то есть первые 280 убивает прислужников а на втором мы бьем 370 и 50 процентов брони то есть голопага блин он круче чем вот это который мне выпало который паразитов вешает как его зовут почему не голопага не выбрал я бы сейчас бы играл бы его блин и ребята у кого есть голопага реально ломать его офигительный герой современные мощные статы топ-1 героев в оборонных даже если будете играть из атаки берите к нему толстых жирных саппортов какие-то других конечно не это это типа голопага как бэки нет у вас статов нет у вас союзников с мощными отрядами вы в он вы проиграете но если вы будете играть в долгую с ним то на x2 370 будет тупить прям нормально вот я воевал на этой войне на прошлой войне против зеленого какого-то чувака у него было 350 процентов урона у него было с руки полторы тысячи в игре наверно было 2000 урона с руки и он из обороны пробил по 1200 то есть вы тысячу урона в принципе должны будете выносить с 370 процентов ульты на 2 2 заряде если вы возьмете какого-нибудь туда бронереза простого слабенького но жирного мощного амура возьмите под отряд из сэмками на им какие 25 будет жить оверхила возьмитесь на гэма с текущего сати гэм текущий с голопага очень хорошо зайдет возьмите например алмура текущего гэма голопага возьмите и возьмите еще трохи ла то есть вы одним хилом их выхилийтесь до фула вторым хилом современным как она хлорис хлорис не помню вы уходите оверхп плюс 50 процентов урон у вас появляется вы алмуром например режете по троим и голопага бьете сверху того у вас будет уже не 1000 урона будет у вас 1250 если я правильно по штабу что 50 а даже больше потому что у вас баф будет все 50 процентов и того вы выбить и 1500 вы выбить и выбери вы убить и 1500 этим героем на блин круто круто блин если был бы я была почту но я бы наверно не качнул был но этот офигенный герой кстати у газельки тоже 2к брони 1000 чем-то там почти и 3400 хп то есть это не топ-1 героя наверно топ-2 то второго эшелона я бы сказал так как коря других играх но газелька у меня с этим словом альфа прошлого не выстояла забрала 6 тапков за две смерти у этого хрена еще и и бонус костюма был а мне спарта упал вот вспомнил мне упала спарта без костюмный и я думал что его миньоны под срезом будут наносить больше урона но ни хрена на миньон на паразитов какой-то срез любой не влияет если бы паразит я бы резал пример например амуром цветной срез и миньоны наносили больше урона то было был бы это имело бы смысл но так миньоны наносят примерно около сотки единиц за миньон то есть 3 миньона будет висеть у вас 300 единиц за ход это это медленно медленно поэтому я не играю его не ломаю а голопака бы я наверное сломал да плюс миньонов есть очень круто против я взойдет статьи нормально так и костюм блин крутой герой я столько времени потратил на разбор этого героя что просто но ребят из есть прям круто ломать его вот такая я вам откровенно и честно говорю что в будни я играю 50 на 50 было бы это военная воскресная кампания отыграл бы лучше возможно бы я дал раз бы не умер возможно я увидел бы что в газельке висел безумие ну мы эту войну выиграли открыли сундук и 2 сундук подряд это полный шлак даже цветные из цветных сундуков падает какой-то эфир а вот сундуков войны вторую строй войну и я уже выкупаюсь вторую в 2 3 еженедельные набеги как он так турнир их выкупаюсь тоже нихрена не падает такой финская щедрость никуда войну выиграли кому интересно приходите у нас есть попадается и слабые сильные соперники нормальный уровень кому интересно приходите после альянса вау конечно